С 1 июня детские летние лагеря Самары откроют двери для нескольких тысяч детей. В новом оздоровительном сезоне будут работать 9 муниципальных центров с круглосуточным пребыванием. Они примут 6638 юных постояльцев. Планируется организовать 44 смены. Кроме того, в эти лагеря детям будет предоставлена 1191 специальная путевка, 681 льготная и 510 бесплатных для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В первую очередь, такими путевками обеспечат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этим летом юные самарцы смогут отдохнуть и в пришкольных лагерях. Таких откроется 186. Все с дневным пребыванием и двух-трехразовым питанием. По оценкам профильного ведомства, в пришкольные лагеря в этом году попадут 15 150 человек. Как отмечают специалисты Департамента образования, никаких новых ограничений из-за коронавируса вводить не будут. Но уже действующие антиковидные требования придется соблюдать. Основное ограничение касается наполнеемости лагеря, то есть это не более 75%. Все прочие условия, которые выполнялись, это проведение тестирования на ковид сотрудников, соблюдение санитарных ограничений, сепсиков, масок, они также будут сохранены. Трудоустраивать подростков в 2022 году будут по двум муниципальным программам. Молодежь Самары и профилактика правонарушений. Все из них получат материальную поддержку от Центра занятости населения. Ее будут рассчитывать, исходя из отработанного времени и минимального размера оплаты труда. Этим летом планируют трудоустроить не менее трех тысяч школьников. Основные вакансии, которые предлагает рынок – подсобный рабочий, уборщик территории, помощник садовника, помощник специалиста и социального работника, а также помощник вожатого в лагерях дневного пребывания. По сфере ЖКХ 148 вакансий уже взяли. Промпредприятия 74 вакансии, государственные муниципальные структуры – это мы берем в том числе и наши учреждения, государственные муниципальные, где они работают помощниками специалистов, 136 вакансий. То есть пока набор идет. Работать школьники смогут от 8 до 10 дней в месяц. В первую очередь трудоустраивать будут подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Продолжение следует...